Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Это проект Joomla Sensei. И это третий урок. В этом уроке мы сразу с вами приступим к делу. Мы создадим сразу категории. Я давно уже уроки делаю таким образом. Я сразу делаю и объясняю настройки. То есть давно уже известно, что материал лучше запоминается и быстрее усваивается таким образом, что мы сразу, например, делаем категории и сразу же рассматриваем сопутствующие настройки. Создаем статьи и настройки. Еще что-то там, например, пункты меню и так далее. То есть это гораздо эффективнее и лучше, нежели мы сейчас с вами начнем кликать по каждому пункту и я буду разжевывать вам настройки. В итоге к концу, например, каких-то других настроек вы забудете, что мы проходили в этих настройках и за что они отвечают. Материал будет понятным в удобной форме, а позже вы уже это прочувствуете на себе. А почему я хочу создать категории сейчас? Потому что в Joomla устроено так, что, смотрите, чтобы вывести статьи на сайт, нужно сначала создать категории, потом мы создадим статьи, потом мы создадим пункты меню. Почему вообще именно категории, пункты меню, статьи? Потому что мы сразу наполняем с вами сайт и уже будем видеть, где что можно настроить, что нужно настроить. И от этого будем отталкиваться. И прежде чем мы создадим категории, я расскажу немножко о главной странице админ панели. То есть, смотрите, система, панель управления. Если кликаем, у нас открывается эта страница. Вкратце, здесь, смотрите, слева представлены практически большинство самых важных настроек. Здесь представлены, вот здесь выводятся какие-то системные сообщения. А здесь не перевелось на русский язык. Не знаю почему, у меня на моих сайтах то же самое. Я понимаю смысл, что здесь есть, но мне перевод не нужен. Поэтому я не заморачиваюсь из трех вот этих строчек на английском языке. Здесь видно, смотрите, первое. Здесь вот отображение, кто находится сейчас онлайн в админ панели. Вот супер юзер, это все помечаются администраторы сайта. У кого есть права администратора, да? Они называются супер юзер. Об этом позже поговорим. Здесь надо, например, написать Федор Васильев. Там же меняется пароль, email. Помните, мы создавали пароль, вход в админку 123. Так вот, когда сюда мы подойдем, к этому шагу, мы изменим пароль на более сложный, чтобы к нам было тяжело пробиться, нас взломать, если что. Дальше. Здесь выводится последние пять статей по количеству просмотров, то есть самые просматриваемые. И здесь, по-моему, пять последних созданных. Здесь еще имеется наверху идет меню из всевозможных панелей. Тут всевозможные настройки, разбитые по категориям. И внизу здесь есть такая полоска. Есть ссылка просмотр сайта. Если мы кликнем, нас перебросит на главную сайта. Вот вы видели, я сейчас кликнул. Также здесь вот наверху тоже есть такая же ссылка, перебрасывает на сайт. Также здесь вот есть шестереночка. По клику по нее мы можем изменить профиль. Это как раз-таки наш профиль. Или выход из админки нажать. И вот здесь в углу показано Joomla 3.4.5. То есть какая версия у вас сейчас используется. И теперь вот это важное сообщение. Мне все время не нравится, когда оно тут выскакивает. Я знаю тут, что это за сообщение. Мы можем его скрыть, что оно постоянно тут не висело. Мы кликаем по этой синей кнопке. Просмотреть сообщение. И здесь вот есть такие кнопки скрыть сообщение. Здесь вообще у нас показано включить двухфактурную идентификацию. Это защита админ панели. Такая серьезная защита от взлома хакеров. Я, может быть, дам о ней материал. Ее, честно говоря, использовать мне лично не очень удобно. Я использую сторонние платные решения для защиты админ панели. В любом случае это сообщение нам не нужно, чтобы оно мозолило глаза. Здесь кликаем вскрыть это сообщение. И здесь вот тоже есть скрыть это сообщение. Еще раз одна кнопка нажимаем. Теперь система, панель управления. Переходим опять на главную страницу админ панели. И мы видим, у нас наверху сообщение исчезло, чтобы оно нам тут не мозолило глаза. Ну и давайте приступим к созданию категорий для статей. Статья, что это может быть? Это все что угодно. Блог вы ведете о чем-то, пишете о чем-то. Статья это пост. Статья это фильмы. Например, у вас кинофильм, идут друг за другом фильмы, которые вы выкладываете. Новинки и так далее. Это все можно назвать статьи. Игры, там софт и так далее. Это все статьи. Категории создаются вот здесь. Смотрите, материалы кликаем. В списке материалы менеджер категорий. И выскакивает еще один список. Если мы по нему кликнем, мы сразу перейдем к созданию категории. Давайте сначала кликнем по менеджер категорий. По умолчанию всегда будет у вас вот такая категория, переводится как нет категории. Можем в нее зайти. То есть список будет выглядеть вот так. И что мы здесь имеем? Мы здесь имеем редактор и ряд еще настроек. В принципе, давайте с нуля создадим. Ее оставим, пускай как нет категории. Кнопка закрыть. Закрываем. И создадим с нуля. То есть смотрите, наши категории вот здесь будут тянуться в списке. Также здесь есть быстрый доступ. Посмотрите, если мы кликнем материалы, таким же образом создаются материалы. То есть материалы это значит статьи. Здесь переводится как материалы. Избранные материалы. Позже поговорим, что это такое. Так, категории. Возвращаемся. Есть маленькая синяя стрелочка. Если у вас маленький экран, чтобы вы могли скрыть эту панель, когда она вам не нужна. Если кликнем по ней, она опять выскакивает. Тут еще ряд есть кнопок. Не пугайтесь, что их может показаться вам, что их много. На самом деле их немного. И тут все понятно. Итак, смотрите. Кликаем категорию. И вот здесь есть зеленая кнопка. Ее сразу видно создать. Создаем сейчас категорию. Смотрите. Первое. Заголовок. Заголовок категории. В принципе, он нигде не будет транслироваться на сайте. Если, конечно, вы не захотите это сделать. Есть такое понятие, как хлебные крошки. Это путь. То есть, обычно это наверху, перед статьей, на отображение этих хлебных крошек. Это нужно, во-первых, хорошо для поисковиков. И хорошо, чтобы человек понимал, где он находится. Человек может через поиск. Яндекс, например. Сразу попасть к вам на статью. И статья может быть где-то скрыта. Например, под несколькими пунктами. Категория, категория, подкатегория, под статья и так далее. И ему, например, нужно будет на шаг назад вернуться или в общую категорию. И это очень легко сделать с помощью хлебных крошек. Я на своем сайте вам сейчас продемонстрирую. Вот, например. Захожу в статью. И вот в самом верху, видите, идет новости, анонсы и идет название статьи. Вот это отображение есть хлебные крошки. То есть, это модуль. Мы с вами его попозже включим. По молчанию, конечно, он отключен. И вот человек сюда попал, ему нужно попасть, например, в общую категорию. Я по себе знаю, очень неудобно на сайтах, если этого нет. Нужно искать, разбираться в этом сайте, где же эта основная категория. А здесь вот категория анонсы. Я кликаю на анонсы и попадаю сразу в категорию анонсы. А в анонсах может быть ряд статей. Вот, видите, уже две. То есть, это удобно. Почему я вообще заглянул и об этом сейчас заговорил именно на хлебных крошках? Сразу продумывайте, какой будет заголовок. Потому что вдруг вам нужно где-то его отображать. Чтобы у вас не было тут написано какая-то билиберда. Поэтому я просто сейчас на обум пишу. Я пишу просто новости. Дальше. Альяс. Смотрите. Также можете, если у вас есть интерес, просто наводить мышь и читать, что это такое. Вкратце я скажу, что альяс – это как бы отображение в строке браузера. То есть, идет как бы псевдоним вот этому слову новости. Латинскими буквами. Нежелательно делать так, чтобы здесь было по-русски, чтобы было написано. Поэтому мы это поле оставляем пустым. Оно должно сгенерироваться автоматически. Вот. Поэтому дальше мы движемся. Смотрите. Дальше идет описание. Можете какое-то написать описание категории. Все вот эти вот примочки редактора, если вы совсем с этим не знакомы, мы позже о них поговорим, когда зайдет речь о статьях. Дальше есть кнопки внизу «Материал». Если мы кликнем, у нас нет ни одного материала, не создано, поэтому мы пока это не трогаем. Изображение. Кнопка. Открывается. Менеджер загрузки. Можете с компьютера выбрать любое изображение, если нужно изображение в категории. А пока мы это не делаем, включить редактор или выключить, это и есть отключение вот этого самого редактора. То есть, опять же, временно, да? Вот видите, редактора нет. Обратно кликаю, включается. В каких-то случаях это нужно. На этой странице родители, нет родителя. В списке нет категории высвечивается. Родитель – это вложенность. То есть, смотрите, нужна подкатегория. Этой категории, да? Это называется родитель здесь. Состояние. Опубликовано, не опубликовано в архив в корзине, да? Ну, сразу вам скажу, чаще всего у вас будет либо опубликовано, либо не опубликовано. То есть, в архив вот это все я даже не отправляю, вникать в это пока не нужно. Корзина – это значит, вы удаляете. А категорию, вдруг вам, например, она стала, вам не нужна. Ну, и опять же, корзина будет наполняться, ее надо чистить, да? Об этом тоже еще поговорим. Состояние, естественно, опубликовано, чтобы она была видна. Чтобы она была рабочей, и статьи в ней были видны, когда мы их позже создадим. Доступ. Вот, паблик. То есть, доступ. Тоже об этом еще поговорим. Смотрите. Супер юзер – это права супер администратора, то есть, вас. Соответственно, у тех людей, кто зарегистрируется, они будут зарегистрированы, как, вот видите, регистрейтов. То есть, там, конечно, тоже можно выбрать, какие есть права, много настроек. Поэтому мы оставляем по умолчанию паблик, то есть, публичный доступ, да? Язык все оставляем. Метки для категории, думаю, писать не нужно. Это уже SEO-раздел. Более подробно о метках мы поговорим. И дальше поля тоже мы не трогаем. Не будем сейчас сразу забивать вам голову. Нам сейчас нужно создать категории и поговорить о самом важном. Есть еще, есть такие вкладки. Публикация. Также здесь я, в принципе, когда я делаю что-то, я у себя никогда не заполняю. Важное здесь, что отмечу, это метод tag description, это описание keywords, ключевые слова. Можно, в принципе, здесь заполнить. То есть, здесь прописывается описание вашей категории на русском языке. Новости. Что за новости у вас? Опишите их здесь кратко, да? Немного. Это все для SEO, для поисковиков. Чтобы хорошо к вам относились поисковые машины. То есть, эти поля нельзя оставлять пустыми. В категории, в принципе, можно. В статьях нельзя. Когда будем создавать статьи, там будут вот такие вот тоже поля. Их обязательно будем заполнять. Об этом тоже позже поговорим. Остальные поля мы тоже не трогаем. Права доступа мы не трогаем. Оставляем все как есть. Не будем сейчас забивать вашу голову. Параметры. Альтернативный макет тоже не трогаем. Изображение не трогаем. Альтернативный текст не трогаем. Если вы хотите во всем разобраться досконально, здесь все на русском. Видите, я навожу мышь и всплывает текст. Если, конечно, вам это описание поможет, вы поймете, о чем здесь речь, то я не против, чтобы вы это все тут прочитали. Я действую быстрым сейчас методом, чтобы вы в кратчайшие сроки, дабы экономить самые ценные в нашей жизни это время, но получить при этом максимум результата. Все вот эти вот нюансы, которые я пробегаю, бегал, вы должны понимать, что они придут к вам позже. То есть, когда вы уже основы проглотите, поймете все это, будете, знаете, закрытыми глазами делать. Все остальное вы уже на автопилоте потихонечку изучите. Если же это делать будем сейчас, голова закипит. Я вам точно говорю. Категорию. По сути мы делаем просто, пишем новости, проверяем, чтобы было опубликовано, и больше про сути здесь ничего делать не нужно. Категорию мы создаем. И что мы делаем? Смотрите, наверху есть кнопки сохранить, сохранить и закрыть, сохранить и создать и отмена. Если нам нужно сохранить, то есть, чтобы изменения вступили в силу и остаться вот на этой странице, чтобы продолжить в этой категории что-то менять, то мы нажимаем просто сохранить. Если нам нужно сохранить и продолжить дальше работу, но не в этой категории, а, например, создавать еще категорию, или создавать к ней статьи, или что-то еще другое делать, не связанное именно с этой категорией, то мы нажимаем на кнопку сохранить и закрыть. То есть, это одинаковые кнопки, только сохранить и закрыть, она закрывает эту страницу, а сохранить она просто сохраняет и остается на этой же странице. Сохранить и создать, это значит, мы сохраняем, И сразу же создается вот такое еще окно для следующей вашей категории. Это сделано для того, чтобы экономить время. Вместо двух кликов один клик делаете. Или отмена, отменить все. Мы с вами кликаем сохранить и создать. Сразу создадим несколько категорий для закрепления информации. Вот вы видите, написано здесь сообщение. Категория успешно сохранена. И перед нами открыто уже окно с пустым полем. То есть перед нами открылась новая страница создания новой категории. Следующую категорию назовем, давайте, у нас. Нет, давайте назовем уроки. Все, нажимаем сохранить и создать. У нас категория уроки создалась. Видео. То есть я сейчас просто наобум вообще делаю сайт. И прямо сейчас, в данный момент, при записи этого урока, я, например, я сейчас создаю какой-то обучающий сайт по урокам. Да, то есть тут не важно. Сейчас просто вам нужно понять вообще всю структуру. Как все здесь работает. Все, мы хотели сделать три пока категории. Теперь мы нажимаем сохранить и закрыть. Вот сейчас вы видите список. Что у нас создались три категории. И вот здесь, когда я говорил вам о слове альяс, помните, да, видите, автоматически создался новости, уроки, видео. Если мы зайдем обратно в категорию новости, то есть мы просто по заголовку новости кликаем. И сразу видим, здесь альяс проподставился, как я и говорил. Что еще здесь можно сделать? Смотрите, вот эти галочки, да, это зеленые, говорят о том, что у нас категории опубликованы. Например, UnCategorie, если мы кликнем по галочке, мы снимаем с публикации и сообщение. Одна категория успешно снята с публикации. Ее видно не будет на сайте. Но это не значит, что она удалена. Она просто скрыта. Включить ее, если нужно, так же кликаем теперь по крестику, категория включается. Также, если будет у вас очень много категорий, вы не можете найти нужную, знаете только название. Здесь есть поиск, инструменты поиска, то есть расширенный поиск по уровню доступа. В общем, здесь вот в этом списке есть всевозможные критерии поиска, да. Кнопка очистить, если вы здесь, например, что-то написали, очистить, поиск очищается. Порядок также можно выбрать, по какому порядку сделать отображение здесь этих категорий, если их много, да. Также здесь есть список отображать, поскольку отображать на странице, да. То есть по умолчанию 20, после этого внизу появится навигация странички 1, 2, 3, 4. Если очень много категорий, то есть после 20 категорий начнется здесь навигация. Нужно отобразить на одной странице все, для удобства выбираем вот так вот все. Дальше верхние кнопки мы пока не трогаем, к ним еще вернемся. Вот что еще, если это нужно, вот здесь смотрите, можно вот так вот. Видите, я навожу мышь, появляется такая четырехугольная стрелка. Вы можете категорию новости, например, если это нужно, поместить на самый верх. То есть вы просто можете вот так перетаскивать категории, меняя их местоположение. Аналогичные настройки также есть в статьях, то есть в материала. Если кликнем, у нас пока нет ни одного созданного материала. Также, как удалить совсем с сайта категории. Давайте вот эту автоматическую созданную категорию, нет категории, удалим. Ставим напротив галочку. И кликаем вот по этой кнопке в корзину. Она помещается в корзину, но она не удаляется с сайта. Корзину нужно чистить. Как попасть в корзину? Вы кликаете вот по этой кнопке и выбрать состояние в корзине. Вы попадаете в саму корзину и уже вот здесь вы можете либо опубликовать ее обратно, чтобы попасть в список опубликованных. Опять здесь нужно выбрать состояние, например. И вот она вернулась назад. Кликаем опять в корзину. Теперь ставим здесь галочку, если мы хотим совсем ее уничтожить с сайта. И здесь появилась кнопка очистить корзину. Кликаем по ней. Все. Мы с концами удалили данную категорию. Убираем все состояния. Если мы много, нужно сразу разом снять с публикации или в корзину поместить, или опубликовать категории. Вверху ставим точку. Точнее, чекбокс. И здесь, видите, сразу выделить все наши категории. И вот здесь кнопка снять публикации. Они снимутся сейчас все. Видите, все красный крестик. Теперь обратно. Опубликовать. То есть это массовое управление категориями. Думаю, на этом, наверное, урок я заканчиваю. Мы, конечно же, не все рассмотрели. Но мы рассмотрели самые востребованные, самые популярные действия относительно категорий. То есть вот эти кнопки, например, пакетная обработка, перестроить, я даже не пользуюсь ими вообще. То есть архивом не пользуюсь. Вот остальные мы все пользуемся. Вот еще есть кнопка разблокировать. Тоже не настолько она важная. Но позже мы все равно ее затронем. То есть самое важное мы с вами разобрали. Еще есть тут важный пункт настройки. Но мы с вами, наверное, позже о них поговорим. Здесь опять принцип. Видите, много настроек. И нет смысла идти по каждой настройке и объяснять, что это такое. Потому что материал плохо усвоится. Мы сюда будем прибегать каждый раз. Когда будет необходимость что-то изменить. Позже поймете, о чем речь. И так материал усвоится намного-намного быстрее и проще. На этом все. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев. Продолжение следует...